Доброго времени суток уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. И это мой очередной обзор по техническому анализу основных валютных пар и инструментов, которые представляют интерес на текущий момент. Сегодня в центре нашего внимания будут валютные пары евро-доллар и фунт-доллар, которые почти синхронно растут, подтверждая предыдущие прогнозы на рост. А также пара доллар-японская иена, по которой в прошлый раз мы ожидали восходящую коррекцию и возобновление нисходящего тренда. Похоже, этот сценарий сейчас реализуется. Итак, евро продолжил рост в соответствии с предыдущим прогнозом и на текущий момент уже практически достиг обозначенные целевые уровни в районе 1.09.25-1.09.87. На мой взгляд, потенциал для продолжения роста еще сохраняется и при его реализации можно будет окончательно констатировать начало долгосрочного восходящего тренда. Пока же предполагаю, что уровень 1.09.87 может оказать краткосрочное сопротивление, что вероятно приведет к развитию локальной коррекции вниз к текущему уровню поддержки, расположенного на 1.09.25. Ретест и последующий отбой из этой области будет способствовать развитию нового восходящего импульса с целевым уровнем на 1.10.53, а при его преодолении вероятный проход до 1.11.45. Альтернативный вариант с отменой данного сценария предполагает преодоление поддержки и снижение в район разворотного уровня на 1.08.85. Своё восходящее движение продолжает и британский фунт, достигнувший накануне обе целевые отметки сначала в районе 1.25.08, а после небольшой консолидации была взята и отметка 1.26.39, которую цена практически коснулась шипом. После этого котировки начали корректироваться вниз, тем не менее потенциал для продолжения восходящего движения сохраняется. Очевидно, что на уровне 1.26.39 пара встретила краткосрочное сопротивление, которое не позволило ей пройти дальше. Вероятно, коррекция продолжится и котировки в конце концов могут совершить ретест текущего уровня поддержки, расположенного теперь на уровне 1.25.08. В этом случае отпой от него позволит развить новую волну роста со следующей целью в районе 1.27.88, и это позволит полностью перейти на вариант с долгосрочным восходящим трендом. Альтернативный вариант с отменой данного сценария, просигнализирующий об углублении коррекции, предполагает проход поддержки и закрепления ниже текущего разворотного уровня на 1.24.60. Ну и наконец, пара с японской иеной против доллара США, которая постепенно продвигается в рамках прогноза, обнаружив поддержку на уровне 1.06.40, довольно резко скорректировалась вверх, сначала пробив сопротивление на 1.06.96, а затем попыталась преодолеть и уровень 1.07.25. Однако попытка закрепиться выше этого уровня не удалась, и цена снова вернулась под уровень 1.06.96, что позволяет оставить его в качестве основного сопротивления. В целом границы уровней, конечно, нарушены, однако это не отменяет основного прогноза на снижение, который пока остается в силе. Краткосрочную поддержку пара может найти на 1.06.70, от которой можно ожидать небольшую коррекцию для ретеста сопротивления на 1.06.96, последующий отбой от которого позволит развить новый нисходящий импульс в направлении уровня 1.05.73. Отмена данного сценария состоится при росте и закреплении выше разворотного уровня на 1.07.25. И на этом у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и мой обзор по техническому анализу. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результаты. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной торговли и до новых встреч в следующем выпуске.